каждый из нас стремится к лучшему и одна из моих целей это заполучить машину своей мечты но я понимал что сразу заполучить дорогую игрушку не получится у меня на руках всего было 20 тысяч леев и опыт как дать вторую жизнь любому корыту чтобы достичь цели надо идти от малого к большему и я взял то что выгодно за доступные средства я покажу вам как купить машину дешево как своими руками обновить ее до состояния нового и заработать с нее по максимуму за счет вырученных денег купить следующую и по той же схеме заработать еще больше и вот через определенное количество таких операций прийти к своей мечте у нас есть а а вот сукати к дури садом к вопсуйте вопсуйте на самом к вопсуйте на да по не упсуйте дьяврич вопсыпшемиделей вопсыпшемиделей остык этой луной Украинские гривны Дима 1 евро 150 евро Ну все А Дима 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 Да, Дима Субтитры Дима 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 так вот смотрим такой вариант вот такой вариант то машина короче где-то куда-то едем типа цуепин туркене спусков очками не покупать сюда я сейчас дожди штучки лей шамаша с другом лей какие-то сфере мои думе для лично калькулятор мои думе для лично а потому что мы можем Ну, вспомни, кто ей петинешь, все. Так, нас влачем прокурор, типа, вот, а я прокурор петиню. Все, все, все. Я, моя грядка, я, все, 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 все. Знаешь, у нас люди привыкли думать, что тут движуха происходит, все такое. Ха-ха, как это? Я вам целескую новую слуху в телефон. Да, сейчас мы даем новую слуху и даем его в 7 неделях. Такое время. Да, просто мы их в курсе до ушла. Да. А мы даем их в курсе до вот здесь. Ага. Сейчас принесешь, что-то еще. Да. Если вы не сделаете за игры, прочie, все рассмотрелы вид POCO, Вы? Нет, конечно, мы распределяли воду. Нет. Нет солиata идем. Потерпит этот кредит. Они высокие... Ты ст Temper locations? Да? Да ел на УАГДИА, да? На самом деле трассу отвертка пистебек. Че сфочем? Как это у меня есть? Сейчас вот он прец. Чем суть он? Ну, луноидзычен, ну, ставь. Вот такие тут дела у нас. Час в швейцарский. Субтитры сделал Dazul. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Димон, давай, руби! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Димон, давай, руби! 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 Сейчас сделаем диагностику Сейчас сделаем диагностику, поменяли радиатор, поставили новый радиатор, смотрим какие ошибки есть у нас Друзья, друзья! Уже АБС не горит, да? Да Сейчас помоем ласточку Ласточку Нашу ласточку Короче, окно открылось само И теперь у нас тут все в воде И мы этого не заметили Все в воде Все в воде Руль, все Торпеда, все-все-все в воде И в пене Маленькая химчистка Так, вот он после мойки Уже чистый Так, ребята, вот мы приехали на разборку На разборку Вольсвагенов И сейчас попробуем здесь найти то, что нам надо Значит, у нас с пассажирской стороны нет вот такой вот штуки Вот она, я ее отсюда вытащил Потом нам нужна вот эта вот резинка Тоже с пассажирской стороны Стой Сейчас попробуем ее снять И с нами ее дадут Вот есть очень много запчастей, которые валяются Все так разделено красиво И в общем, увидеть на виде все, что вам надо Наваг Так, вот что мы взяли Нам человек делает скидуху вот на это все Но мы посмотрим, какую скидуху Какую делаешь? А сколько дашь? Что, даром? Да Ну, спасибо Давай Все Обращайтесь сюда Вот человек помог Большое спасибо Помог нашему проекту Забрали у пластмассиста эту панель, которая над бампером от нашего фольксвагена И сейчас будем Шпатлевку ставить На все вот эти вот кусочки, которые запаяны А потом уже и покрасим Наша панель готова Дима ее уже покрасил Вот такая красота получилась Теперь будем ставить поворотники И мы нашли туманку на нашу лупу Дали 100 лей, потому что здесь есть трещина Но нас устраивает Потому что этот вариант намного лучше, чем тот, который стоит там в нем И сейчас будем все устанавливать Значит так, первое, что мы начали собирать Это трос У нас порвался трос его И вот мы нашли вот такой вот трос Засунули его туда В язычок Сейчас будем закручивать И одно дело уже готово Вот такой вот у нас руль Видите разницу? Мы его сейчас будем снимать И покрасим И вид уже изменится Значит, как мы его снимаем? Здесь есть Вот такие вот отверстия В эти отверстия мы засовываем отвертку Находим пружинку Которую нужно немножко в сторону дать Как снять руль на лупу? Чуть-чуть помучился Значит, здесь в круг Здесь в круг Идет кольцо Вот это кольцо Мы должны это двинуть его Вот, когда мы засовываем Изнутри Отвертку Мы его должны это двинуть Я засовывал отвертку Напрямую И не попадал И вот Испортил немножко Здесь пластик Оказывается После как я согнул отвертку Только тогда Она вошла Не прямо А вошла немножко Наискосок И когда она вошла Наискосок Я уже почувствовал Эту пружину И еще было бы неплохо Снять вот эту вот панель Потому что Если ее снять Тогда можно Под другим углом Засовывать отвертку То есть можно Вот так вот изнутри Тогда только Вы почувствуете Эту пружину А я засовывал напрямую Никак не мог понять Как его снять Если бы я снял Снял бы изначально Эту панель Мне было бы легче Я бы зашел бы под таким углом Почувствовал бы пружину И просто бы отодвинул бы ее И руль бы вышел Сейчас я продемонстрирую вам Вот заходит отвертка Я ее вот сделал под углом Заходит отвертка Она у меня раньше упиралась сюда И я не понимал Почему я не мог руль Снять И постоянно проходил мимо Потом упиралась сюда И тоже не мог понять Где-то пружинка Оказывается Надо вот так Чтобы она касалась стенки Зайти Под пружинку И вот Таким вот положением Вытащить ее И вытолкать Не так уж и просто Надо немножко Приложить усилий И она выходит Поэтому Кто С этим столкнется Будете уже знать Берем щетку И моем руль Щеткой Все протираем Абсолютно Здесь у нас Химия И моем Аккуратно И тщательно И оставляем Высыхать Но прежде чем Оставить Высыхать руль Пройдемся скотч Брайтом И протрем его Это вместо наждачки Будем протирать Чтобы он был гладкий И гладкий Вот берем скотч Брайт Вот у нас вот так вот выглядит И терем ею руль Много тереть не надо После Как мы Пошкурили руль Просто моем его Под краном Берем грунт И потихоньку Грунтуем Вот так Видите как я навожу слой По чуть-чуть Пшик 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 Без фанатизма Чтобы не было потеков Потеки нам На руле Не нужны Мы же его хотим Обновить А не покрасить Как забор Вот так вот красим руль Вот так вот По чуть-чуть По чуть-чуть И не забываем Подсушивать Феном Чтобы не было Потеков Закончили мы Красить руль И поставили его Возле печки И вот что у нас получилось Конечно не сам Идеал Но это лучше чем был На много лучше чем был Очередной шаг Химчистка Она здесь требовалась Потому что машина была Очень грязная Не знаю Если ей делали химчистку Мойку ей наверное тоже не делали Ни химчистку Ни мойку За долгие годы накопилось Очень много грязи Вот тут у нас сидения Подсыхают Задний диван Теперь она чистая Сидение, потолок теперь все чистое Все у нас укратно И осталось уже собрать Те детали которые мы нашли на разборке Начинаем Начинаем Вот С этой Так Она не вставляется Так Это ручки Они должны сюда вставляться У нас вот была тоже такая резинка Ее родная Но она была где-то отсюда порвана Вот мы на разборке нашли Нормальную резинку Оторвали Сейчас мы ее сюда будем приклеивать Здесь у нас такая туманка стоит В общем не от нее Как будто от Ниссана какого-то Непонятно Там стоит от Вольцвагена Сейчас мы туманку снимем И поставим ту Которую нашли на разборке за стулей Будем снимать Вот так она тут на саморезах Ребята Туманка была от другой машины И конечно было все вот так вот на кабелях Но так как у нас фишек нету Мы сделаем так же Мы тоже соединим кабеля Соединим лампочки Мы взяли другие кабелечки Подключили Все вытащили Через туманку Ну я не электрик Но такие простые вещи Можно сделать каждый Здесь ничего сложного нету Все собрали Вот здесь вот заклепки А здесь вот сломано И она не держится Видите? Что делать? Что делать? Поставим эту штуку Вот сюда вот И она как раз подходит под размер И она будет держать Сейчас я вам покажу И вот что у нас получилось Мы ее засунули сюда Теперь не открывается И держится хорошо И прям под размер подошло Это типа шпильки Или как они там называются Или как они там называются Заклепки Вот так вот Все, теперь туманку можно устанавливать Ну вот Туманки горят Все отлично Осталось только эту Поправить и все Сняли колпаки Они такие поцарапанные Наверное мы их покрасим С баллончика немножко Сейчас будем чистить колеса Для того, чтобы их покрасить в черный цвет И прикрыть вот эту всю ржавчину Это конечно не обязательно делать Но так будет выглядеть Намного аккуратней И приятней Что мне понравилось Что здесь под крыльники целые Они из ковролина Это очень меня обрадовало Я не ожидал Придется поднять на домкрат И почистить Весь этот коврик Чистим вот такой вот металлической щеткой Чистим сколько получается Не обязательно до металла Или вроде бы лень этим заниматься Если вот это так нудно Но мы это все делаем Ради результата Это конечно можно отмыть Но у нас там на ковролине Есть сухая трава Которая собралась с годами У нас цель именно эту сухую траву убрать Вот она здесь видна Потому что грязь и так отмывается Но сухая трава Мойка не отмоется Но только нужно тереть щеткой Мы все помыли Почистили Теперь у нас под крыльник чистый Всю эту ржавчину которую вы видите Мы это все подкрасим Диски мы покрасим Только надо чтобы до завтра засохло Здесь пророк мы тоже покрасим Он черный был, значит мы его также в черный задуем баллончиком Теперь у нас тут все чисто Грязи нет Ржавчина почищена Машина будет огонь От этих мелочей Чистые подкрыльники Чистые диски аккуратные От этих мелочей очень многое зависит Колпаки моем Готовим к выкраске Тоже так скотч брайтом шкурим Все шкурим Оставляем засохнуть Потом покрасим Итак, мы все помыли вчера Сейчас будем красить Будем красить диски Будем красить пыроком Вот такими движениями Будем потихоньку Неспеша мы Красить диски Сначала ставим небольшой слой краски Но не оставляем краску Чтобы она до конца засохла Потому что она должна быть липкой Чтобы следующий слой прилипл Вот так Молода Вот так Сейчас красить Ребеноскратно Вот Видите разница Вот так так вот мы покрасили колпаки и это уже не показал там баллончиком все покрасили дворники поцарапанные прям сошла краска красиво скотч брайтом пошкурил и покрасить как новые это надо делать обязательно такие вещи тоже бросаются в глаза вот такой вот аппаратик прям выручает в снег выручал ни разу нигде не застревал на нем тянет и на буксир без никаких вопросов лупа просто номер один из дешевых машин будут у нас есть ржавчина мы сейчас прикроем берем вот так вот кисточку макаем немножко в краску и аккуратно замазываем это делается не для того чтобы что-то скрыть а это делается для того чтобы машина выглядела более аккуратно ведь ржавчина уже нет ну и конечно шансы к продажу уже больше немножко задели сиденья но ничего страшного смотрим здесь тоже есть ржавчина давайте ее уберем чтобы ее не было здесь навряд ли кто-то будет смотреть вот здесь есть ржавчина опять макаем кисточку и вот тут у нас есть ржавчина также мы ее убираем и человеку будет приятнее смотреть эту машину и машина выглядит аккуратно вот такой вот секрет теперь по-другому выглядит правильно как новая вот у нас там грязь делаем вот так и грязь просто исчезает пройти из губкой и все и по возможности вот эти вот резинки тоже протереть от той пыли которая была вот так вот и проводите губкой посмотрите что эта штука делает видите все царапины делаем вот так она их просто закрывает их как будто бы и не было они видны но уже не в таком беспорядочном виде итак надо сделать весь салон весь салон абсолютно надо сделать все резиночки все 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 что касается пластмасс во-первых придает новизну ну и во-вторых приятнее покупать клиенту машину которая более аккуратно выглядит чем та которая никак не выглядит следующее что мы будем делать мы покрасим дворники в таком состоянии плачевным смотрятся некрасиво это можно и не делать но что было красивее их нужно покрасить мы их зашкурили даем обезжиривателем и просто баллончиком красим сверху дворники у нас высохли теперь они уже очень аккуратные все очень красиво теперь следующий шаг тонировку здесь стекло прозрачные и я решил что немножко тонировки не помешает и так как поставить тонировку самому чтобы не тратиться все на самом деле не так уж и сложно покупаем тонировку но не самую дешевую за 70 лей за 80 делаем метки вот отсюда от крыши мы делаем метки сколько нам надо до чертим карандашом вот здесь и прочертил также с той стороны делаем растягиваем пленку сначала моем все очищаем чтобы не было камешка всяких песка лезвием по стеклу проходимся чистим стекло после этого можем ставить пленку мы измерили вот плюс минус кусок который нам нужен прежде чем поставить пленку надо обмочить стекло сейчас я обмочу его и ставим пленку сверху ставим ее правильно по размерам прежде чем будем натягивать пленку на окно мы должны посмотреть какая сторона клеющаяся пленка состоит из двух пленок одна защитная по которой мы будем шпателем водить а другая которые клеющиеся мы должны открыть и посмотреть мы отделили прозрачную пленку защитную от той которую будем клеить но прежде чем мы будем клеить мы ее сверху ставим на стекло с этой стороны режем по размерам работаем шпателем потом как мы ее порежем по размерам мы ее суем в эту часть и клеим этой стороной сюда смотрите не перепутайте забыл сказать нам пригодится вот такая вот пшикалка она более удобная вы конечно можете пользоваться и обычными но с ней очень удобно работать в комплекте с тонировкой нам дают такой нож и шпатель возвращаемся к нашей тонировке мы уже порезали по краям сейчас мы ее будем растягивать но обратите внимание на такую вот штуку вот и снова сюда палец и он дальше не идет значит нам надо вот поэтому контуру и будет обрезать в таком случае мы включаем фонарик светим с той стороны фонариком и уже смотрим где контур и по нему аккуратно обрезаем пленку мы порезали по размеру снимаем эти куски теперь отклеиваем эту верхнюю пленку прозрачную по которой мы работали шпателем отклеиваем и и ставим изнутри я показать это не смогу потому что это сложно держать телефон в руке и одновременно показывать но я думаю вы разберетесь помочили здесь окно нашим раствором мыльным и ставим пленку по размерам чтобы она подошла так 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 вам покажу наглядно у нас не было потом ошибок ну вроде бы встала нормально вот у нас есть шпатель теперь мы этим шпателем всю воду выталкиваем вот так вот мы и такими вот движениями вы можете на ю тубе где-то найти посмотреть как это правильно делать по крайней мере здесь ничего сложного не было я вам все показал с телефона без фена и и просто разглаживаешь сверху отклеиваешь потом ставишь изнутри и также аккуратно разглаживаешь и конечно же режешь по размерам ну вот что у нас получилось с дешевой пленкой не нужно ехать куда-то в ателье или там к тонировщикам давать стволей ну или там 50 хотя наверное будет 100 когда можно сделать это самому дома и вот смотрите все получилось хорошо все легло очень аккуратно теперь нам остается просто вытереть стекло пленку пока не надо вытирать пусть она хорошо присохнет хотя бы быть вытереть лобовое окно чтобы что-то было видно теперь мы еще на один шаг приблизились к успеху продажу нашей машины в общем хотел и вставить зеркало и так нажал что лобовуха треснула поставили мы машину на продажу так посмотрим может быть кто-то купит так как раз могу сделать скидку нормальную с этого бывает это список того что мы потратили на разные ремонты на разборку и тому подобное дальше цена машины была 18000 леев это 850 евро затраты на подготовку до 200 евро значит цена машины плюс затраты это у нас равно 1045 евро машину мы продали за 1300 евро теперь от этой суммы отнимаем то что мы потратили и саму цену машины и мы в плюсе на 255 евро деньги которые мы потратили на разные ремонты и запчасти возвращаем обратно в карман и у нас остается 1105 евро на следующую покупку не знаю если получится найти за такую сумму что-то достойное но если и не получится найти придется купить что-то дороже обратимся к нашему карману возьмем оттуда деньги и на будущее при продаже вернем эти деньги обратно обратимся к нашему карману